В коридорах и на улице ажиотаж. Очереди, как в поликлиниках. Только на лицах вышедших из кабинетов не раздражение от потерянного в очередях времени, а настоящая радость. Да еще и подарки вручают. Поддержать и поощрить тех, кто дарит свою кровь, а как следствие и саму жизнь, решили в этот день представители российского Красного Креста, а также благотворительные фонды и общественные организации. Сегодня 14 июня, Всемирный день донора, и поэтому совместно с Департаментом здравоохранения, Краевой станцией переливания крови администрации города Владивостока, Российский Красный Крест проводит благотворительную акцию по чествованию, поддержке и вручению памятных подарков тем людям, кто пришел в этот день сдавать кровь. Общегородская акция называется «Один донор – две жизни». И на клич медиков Краевой станции переливания крови откликнулось действительно много горожан. Впрочем, многие оказались здесь не только из-за подарков и бонусов. Почти все в этих креслах – так называемые постоянники. Например, Аня стала донором уже в шестой раз и говорит, что ей совсем не больно, а наоборот – даже приятно. Я делаю это регулярно, вот как начала, так теперь хожу. Каждые два месяца стараюсь попасть, сдать кровь. Процедура вообще безболезненна, не ощущается. Все комфортно, ни страха никакого не должно быть. То есть, если вдруг боитесь, то не стоит бояться, стоит один раз попробовать и втянетесь. К слову, донором крови, как и ее компонентов, может попробовать стать любой желающий. Главное требование к донорам – быть совершеннолетним и не иметь противопоказаний по состоянию здоровья. Также необходимы прописка в Приморской столице и паспорт. Евгений Черемухин, Алексей Заровный, Новости на Восьмом.